МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Час приспешивая, 90% господарок Витебской области пачались аубум. Первые гектары покараются аграрем Аршанского района. 20 годов у эфиры телерадоя компания «Вектор» города Новополоцка отзначает юбилей. У национальным академичным драматичным театры имяя Куба Колоса премьера глядачы убачать лиричную комедию дурничка по пьесе славутого испанского классика Лопе де Вега. Акэта новина Витебской области у студии Вольха Шмаргун. Вітаю вас! Пасевная компания на Витебщине. 90% господарок региону пачались аубу. Сегодня засеяно уже больше за 25 тысяч гектаров геровых. Гатамаль 6% от запланованного. Почали сеять рапс. Первые 50 гектаров леону сегодня засеяли у Аршанским районе. На переддни у господарцы «Маяк высокая» побывала наша здымочная группа. Для Олега Макаревича гэта першая пасевная компания на пасаде керауника господарки. Однако про кожный гектар ворных землёй он можа рассказать с закрытыми вачыма. Поле поблизу мехдвара сё лето засеяли першим. Але ёсть участки, куды техника пакуль яшчэня можа зайсти. Перешкаджаюць вымачки. Каля 80% землёй у маяк высокая, хоть и миллиараванная, але первовильготненная. Тому сяуба иде выборочно, а керауник разом с агрономом, что день у полях. Земля не созрэлся. Да, если по дедовскому брать, на уровень пояса взять, брошина должна развалить. Сеялки пакуль едут марудно. Не могут набрать навод технологичной худкости у 10-12 километров у годину. До подшатку массовой сяубы механизаторы працуют у одну измену. Параллельно господарковядзе подкормку азимых и паше. Под рыхтолку глебы. Поздняя весна сяулята стрымливая аграреу. У поля вышли тыдни на два поздней, чем летось. И тепер марудзец не льга ни дня. Почва перевлажнена. Есть и вымачки, поэтому осеять надо. Поэтому стараемся, уже работаем, хотя бы ухватываем то, что есть. Техника готова, люди настроены. Поэтому я думаю, что в течение 10-15 дней мы вопросы сева закроем. На сегодняшний день предприятие в полном объеме обеспечено горюче-смазочными материалами, маслами. Значит, нет вопросов по семенному материалу. Значит, ну, решаем вопросы по обеспеченности удобрениями. У Аршанским районе самые великие в области поселные площадки. Больше за 31 тысяча гектаров. И структура их, як и по всей области, все лето изменяется. На корысть конюшины заступить свои позиции цары цепалев кукуруза. Больше планують посеять зернебобовых и ярового рапсу. Строгая выкананья технологии и господарский подыход. Только при гэтых умовах поселная в регионе пройдет поспяхова. Пытания за веспеченность угноеннями, палевым и новой высокотехнологичной техникой допамагают выращать улады. Так, Аршанский район гэтой вясной отрыма около двух десятков новых тракторов, сейлок и погрузчиков. Сегодня уехали в Витебск получать два новых К-744, наш ореховский завод. И также получают они две новых сейлки импортных Амазона. Топливо выделено около 600 тонн товарного кредита хозяйством. Но отдельные хозяйства не берут у нас товарный кредит и закупают топливо за свои средства. Минеральных удобрений заготовлено 51% потребности. Как бы половина, но эта ситуация лучше, чем в прошлые годы. Я думаю, что сегодня-завтра уже все хозяйства приступят к счету и ставится такая сдача. Так я говорю, что тысячу-тысячу-триста и торсеет день. Выйсти на такие темпы пакуль не дозволяя на дворье. Працовать при несприяльных умовах аграриям Витебской области не привыкать. Тяжкости с года у год только загартовывают с працевников везки. Бось и зараз яны спешаются. Завершить поселную в полночном регионе необходимо до 9 мая. Вольха Шмаргун, Станислав Дудзин, Новины, Аршанский район. Зауседы на варте национальной безпеки краины. Военным комиссариятам все лето сполнилося 100 годов. З находы знаменальной даты у Витебску пройшли урочистости за делом представников структурных подразделений областного военкомата улады громадскости. На протягу своей истории особистый состав военных комиссариятов у Витебской области забеспечиваю высокую боевую и мобилизационную готовность узброенных сил и воинских формирований в Республике Беларусь. Поспехово выращал задачи по умоцованию обороны с дольности краины. Особая гордость наших подразделений или военных комиссариатов является, естественно, это преемственность и традиция. Это наши ветераны, в первую очередь, которые в свое время закладывали ту основу, тот фундамент, и благо чьим трудам мы сейчас имеем возможность трудиться, созидать и, самое главное, защищать нашу родину. Работа довольно интересная. Интересная чем? Что это просто общение, человеческое общение. И здесь даже больше скажу, нет такого, что на командирских волевых качествах, а на добрых, дружеских отношениях строишь работу и выполняешь боевые задачи. С юбилеем военнослужащих и ветеранов Абл-Военкомата повеншовал старшиня Витебского областного совета депутатов Владимир Цярентьев и выказал упълненность, что те задачи, которые сегодня выполняют военные комиссариаты в области, по организации территориальной обороны, военно-патриотичным выхованием молодцы, будут выполнены. З нагоды юбилею, подяки гоноровые грамоты, отрымали представники структурных подразделений Абл-Военкомата ветераны службы. У Национальным академичным драматичным театре имя Акуба Колоса рыхтуются до премьеры. На гады раз аматоры у театрального мастацтва чакая лирычная комедия «Дурничка» по пьесе славутого испанского классика «Лопы Дэвега». Постановку ожитцявил мастацкий керауник Колосовского театра режиссер Михась Краснабаев. Герои патанаюць увихуры жарстяў, любові, рэлнасті, прагі грошей і вядомаш ўсепераможнага кахання. Паколькі стваральнікі спектакля імкнуліся зробіць яскравая ведовіща, то вялікую увагу яны надалі пластыцы і танцам. У гэтэм им пасприяла музыка витебскага компазітора Руслана Стаброўскага, тэксты песінь Алесі Замкоўскага, а таксама работа хореографа Дзіяны Юрчэнка. Мастак пастановшчык спектакля Светлана Макаранка. Дурнічка, написана 400 гадов назад. Чамо театру ўзяву ёе? Я думаю, карысна для нашых артыстов такі кастюмны спектакль. Прыгожы для дзявчат сукенкі, строі, для мушчын камзолы гэта трэба паучыцца носіць. Вось, тэмбольша, бала махчымай заняць шмат артыстов ў спектаклі, прытым артыстов розных пакалэнняў, і старэйшага, і середнега, і малодшых. Очім приятно играть в класіке. Главну роль, центральну роль. Роль интересная, многогранная, многоплановая, характерная. Єсты лирическіі моменты, моменты любви. То есть, как для актрисы, конечно, это очень интересная роль, которую мне очень приятно играть, і я надзею, что зрителям паўравіцца. Два першая паказы дурнічкі, запланованые на 20-го и 24-го красавяка. Я естваральнікі не сумняваюцца, што пастановка прыдзецца да спадобы глядачу. Аб гэтым гаварыць той факт, што спектакль, навад не дачакавшыся прэмьернага паказу, ўже уключены ў театральнуя праграму 27-го Межнародных фестывалю мастацтваў «Славянскі базар» ў Витебску. Колькі слов об спорте. У Витебску на арене спорткомплексу «Камсамолец» прайшоў 10-й открытый республиканскі турнір па вольной боротьбе памяці заслужанага трэнера БССР Валера Зубкова. У споборніствах выступалі атлэты з Беларусі, Расія і Туркміністана. Больш за 100 борцов аспрячувалі медалі ў 13-ти вагавых катэгорях. Аб гісторы і споборніства ў Атаксама Мэтах, які на ім праследувалі айчынныі спортсмэны, ў рэпортажі Сяргея Місурагіна. Заслужный трэнер БССР Валерий Зубков за сваю жыцтё падрэхтаваў не адно пакалэння майстру спорту, празёрую пэраморцав пешэнства СССР. Міна Віта Йон ў 1963 годі стаяў ля вытоку зараджэння і становлэння вольной боротьбе ў Вітапскаў області. Атдаючы даніну павагі талэнту Валерия Серафімовича ў абласным центры сталі праводзіць турніру память абым. Непасрэдны і сам актывную делу падрэхтавцай організація праймаў тягу балаевучній калегі, які хлёсараскі даў па рознах країнах СНД. Сё летніе споборніства ўбилейныя дзясятае паліку і вельмі необходныя як для спеціалістов, так і іх падапешні. На данных соревнованнях ў нас участвует около 110 чалавек. Приехалі із всех регіонав нашей республіки Беларусь, а також приехалі із Смалянска і Брянска. Дані соревновання, естественно, являюцца отборочными к первенству Республіки Беларусь. Далі ідёт ў нас будзет 1 мая Чемпіонат Європы в Росії Каспийск. Паэтаму някатарі ребята даже приехалі сюда, тож, шаб себя пасматреть, в какой они форме. Паядынки паказалі, што практична у кожной вагавой катагории була конкуренція. Спарсмэны добра падрэхтаваны, як фізічна, так і тактична. А заніла ГТ и майстер спорту міжнародного класа Надія Драгунова-Змогилёва. Празір Чемпіонату світу Європы спіціяльна праїхла ў Вітебск, каб праіряць своя кондіція. Я праїхала праіряць себя пері Республікой отбору на Європу до 23-х лет. Праіряць свої сілі, візможності. У калоді вітебскіх тройніру так само була козырная карта. Ілля Альлі Хаману, удзельник двух турніров першінства Європы, самы реальні кандыдат, каб трапіць ў беларускую зборную. Пака што в 57 буду выступаць, ну а далшы в 61 сабіраюся. Боліе тяжёлых конкуренція пабольшы буде. Сілітній турніра трымаўся куд каплы, но спаборністы ладзіліся на працягу одного дня. Пераможцы балі візнашыны ў 13 вагавых катэгорах. На рахунку борцов ў Вітебскай в області 20 узнагород рознага гатунку. А адзіны златый медалі ў составе господароў завоеваў Ілля Лехамануў. За поядымкіны на борцовском даване зачыны Саргені Сурагін і Станислаў Дудзін. Новіны. Вітебск. Пратягваем выпуск. 20 гадоў ў эфіры. Телерадоўа кампанія «Вектор» города Новопулацка адзначая ўбілей. Дэбютавала мясцовая талібаршыня 13 красавіка 1998 года проектам «Альтернатива» программай «Прожыцьон Автограда». За двы десяткі гадоў «Вектор» завоеваў папулярнастю своіх глядачоў і сёння гэта ўже 7 телевізійных проектаў, які расказываюць пра город і ягожы хароў. Аудыторы етелекампанії складая каля 200 тыс. чалавек. З ўбілеем калях павеншаваў і Віктор Праліч. 13 красавіка 1998 года жыццьо маладога горада Новополаска трапіла на екраны. Першый таліперэдачы стала программа «Альтернатива». Тады колектив энтузіасту не пабаяўся лічбы 13 і вышыў ў эфір. Мэнялася жыццьо, змэняўся горад, але ўвесь гэтый час са своіми таліглядачамі заставалася талірадаў кампаніў «Вектор». Сёння гэта 28 гадзі на тыдзінь ўласна гавящаня і 7 таліперэдач розных напрамкаў, над якімі працуюць 14 професіоналав. Редакція помагаўе нам, конечно же, вести діалог с новополачанами, розказываць о наших планах, о перспективах, но в том числе і телевізіне наші журналистаў, вони тоже достаточно острі моменты скрывают, показывают недостатки, которые имеюцца в городе, тем самым это служит мотиваціў для принятия управленческих решэний. Поэтому это такой симбиоз, который, я уверен, взаимно дополняет друг другу. И, как я уже сказал, служит нашій общей целью. Целью у нас – улучшение жизни в нашем городе, улучшение благостояния нашего города. Виктория Клемянцёнок – одна з самых молодых корреспондент у телерадо-компании «Вектор». Кажа, что выросла на проектах телеканала, а сёння сама тримая руку на пульсе життя нафтограда. Это очень сплочённая команда, люди, которые увлечены своим делом, которые готовы день и ночь трудиться, для того, чтобы житель города, новополачанин, смог посмотреть основные события, которые происходят в нашем городе, познакомиться с интересными творческими людьми и почувствовать реально дух города, который есть у нас в Новополацке. Аудитория «Вектора» – около 200 тысяч человек. Кнопку «Вядомого» и любимого телеканала включаются в Новополацку, Полацку и Боровусе. Новины мясцового життя доведываются и радослухачи на ФМ-хвалях. И еще одно свечение высокого профессийного узровня журналистов телеканала, их сюжеты показываются у эфиры областного и республиканского телебачения. Для региональной телекомпании это уже солидный возраст. Ну, а скачок, если говорить технически, свечи с пленки до уровня Full HD, то есть до того качества в производстве, которое ставит сейчас цели государства. В принципе, и я думаю, что по осени мы уже выйдем и в эфир в качестве HD-качества. У свой юбилей коллектив «Вектора» примал веншувание от многих творчих. А натхнение профессийного росту и только добрых новин ждали шматликие партнеры и коллеги удячная же Харина Ваполацка. И творчий коллектив признается, что головная узнага рода для их увага и любов телеглядачов. Виктор Пралич, Леонид Табола, новинный Новополацк. На этом наш выпуск завершенный. Я с вами развитываюся. Усяго доброго. До встречи. У ближайшие сутки по в области чакается пираменная в облачность, переважно без опадков. Ветер полночно-заходный 4,9, у ночи порывы до 14 метров в секунду. Температура по ветру ночу плюс 2,7, днем от 13 до 18 градусов тепла. У Витебска пираменная в облачность без истотных опадков. Температура по ветру ночи плюс 3,5, днем 14-16 градусов выше и за 0.